Относительно разгона палаточного городка, который произошел вчера, 3 марта. Да, этот шаг напрашивался сам собой уже давно. И было очевидно, что и власть, и оппозиция зашли в тупик импотентности. Потому что власть полгода демонстрирует неспособность решить вопрос с непонятными людьми, которые сели на одну из главных улиц Киева, возле Верховной Рады. А оппозиция, с другой стороны, заняв это место и полгода проболтавшись в самом жирном месте украинской столицы, тем не менее не смогла мобилизировать киевлян на то, чтобы они поднялись, включились в политическую активность и встали на сторону оппозиции. А не произошло это потому, что цели были очень нечетко выражены. Люди, которые их продвигали, тоже часто были не вызывающими доверия. А Михаил Саакашвили просто в конечном итоге был выкинут из страны и тоже запутался в проблемах оперативного реагирования, не предлагая действительно продуманного какого-то плана, либо из-за того, что связывался непонятно с кем, потерял репутацию реформатора, с которым он сюда зашел и которая на старте давала ему 20-25% голосов, если бы выборы были в 2015 году. Поэтому все это превратилось в такую агонию, которая закончилась так, как она заканчивалась всегда за годы украинской независимости, приходом силовиков в тот момент, когда оппозиция уже мечтала о том, чтобы они пришли и вынесли их куда-то с этого места, поскольку смысл нахождения там был давно потерян. Что за этим последует? Последует ли за этим что-то серьезное? Сомневаюсь. Ничего серьезного не последует, потому что все происходит в той логике формирования коалиций, накопления ресурсов, о котором мы говорили в своем прогнозе на 2018 год в Украинском институте будущего. И в том, что касается вот этой вот оппозиции, которая была, кучковалась вокруг Саакашвили, то я не думаю, что там что-то светит серьезное без самого Саакашвили. Да и сам Саакашвили был такой торпедой, которую толкали наши внутренние игроки, потому что ему не хватало ресурсов, не хватало возможностей, не хватало людей, не хватало медиа. И как следствие он все время был вынужден быть в зависимости сначала от Порошенко, потом от Коломойского, Тимошенко и каких-то других игроков, Садового, неважно. То есть это его слабость организационная, финансово-медийная, она заставляет его в конечном итоге вступать в ситуативные альянсы с нашими ребятами. А наши ребята всегда не промах, они всегда готовы поюзать, особенно на халяву, если есть возможность, то, что падает им в руки. Но походу обнулился политический капитал, который был у Саакашвили. Мы видели, как последние социологии показали, что уровень недоверия к Саакашвили находится на том же уровне, что и к Порошенко, и к Тимошенко и остальным игрокам. То есть, по сути, высокий уровень доверия, чуть более высокий уровень доверия есть у Гриценко, и у Вакарчука, причем у Вакарчука он прежде всего связан с высоким процентом, не определившись, а там более 40%. Вот и вся картина. Поэтому, на мой взгляд, ничего трагичного не произошло. Все закономерно, все идет тупым, витчизняным шляхом. Пока.